Есть у нас схема испытаний Бернули. Любимая наша схема испытаний Бернули, в которой у нас, как обычно, есть n испытаний и вероятность успеха p. Это все помнят, что такое. Элементарный исход, напоминаю, как обычно, омега, это последовательность чисел x1 и так далее, xn, чисел, естественно, случайных, но каждая из которых это нолик или единичка. Ну и как обычно, только множество здесь надо нарисовать, как обычно, мы с вероятностью p ставим не единичку, с вероятностью p ставим нолик, но у нас получается такой элементарный исход в схеме испытаний Бернули. И есть у нас замечательная случайная величина x от омега, которая просто равна сумме x и так по и от единицы до и. и которая как называется, давайте я у вас спрошу, словами, как можно сказать, что это за случайная величина? Вот мы вчера ее считали. Ну как это называется? Что такое сумма единичек? Словами как сказать? Количество успехов. Количество успехов, правильно, да, это число успехов в схеме испытаний Бернули. Такая вот важная, замечательная величина, про которую мы с вами знаем. Вот такую вот вещь, например, что вероятность того, что она принимает значение k, это есть... А что это есть? Ну-ка вспоминайте. С какой вероятностью число успехов равняется k? Это... Сейчас. Это p, p степени k... А ничего не забыли? Ведь мы же смотрим здесь множество тех элементарных исходов, для каждого из которых x принимает это значение. Еще число сочетание? Конечно, да. Здесь надо еще умножить... Конечно, надо еще умножить на c из n по k. Потому что омега, для которой x от омега равняется k, ведь не единственное. Таких омега c из n по k штук. И для каждой из них вероятность такая. Поэтому то, что здесь написано, это сумма вероятности, не забывайте. И мы с вами считали математическое ожидание x. Это был такой первый замечательный пример того, как можно посчитать математическое ожидание с помощью линейности. Помните, я его сначала посчитал с помощью вот этой формулы? И там, в общем, долго мы мучительно что-то преобразовывали. А потом шлепа в одну строчку, да? Потом беном ньютона... Да, потом беном ньютона, долго что-то там делили, умножали, вытаскивали за стопку, и потом случилось чудо. np. Да, получилось np. Но, с другой стороны, мы это чудо потом получили с помощью линейности в одну строчку. Потому что, конечно, математическое ожидание x, это есть сумма y от единицы до n математических ожиданий. А x-то, это же у нас просто ноль или единичка. Это случайная личина, которая принимает всего два уникальных значения. Причем, даже не важно, с какой вероятностью она принимает значение ноль, потому что математическое ожидание x-то это сумма ноль умножить на вероятность нуля плюс один умножить на вероятность единиц. Это всем понятно? Да. То есть, мат ожидания x-то это в точности p. Отсюда сразу получаем np. Я постоянно восклицаю какие-то такие заклинания, типа в одну строчку, в одну строчку. Но вот вчера мы, может быть, это не в одну строчку делали, а долго доказать. А сегодня, когда я закрепляю у вас в памяти этот материал, я действительно делаю в одну строчку. Вот все. Больше делать нечего. Но это мат ожидания. А теперь надо понять, какая дисперсия. Секунду. Тогда еще один контрольный вопрос. Дорогие мои, а вот у вас есть вот эти самые омеги, да? Да. Да. Существует ли какой-то естественный способ нумерации этих самых омег? Вот смотрите, омег их вообще разных. Сколько штук? Два в степени от штук. Отлично. Как естественно их нумеровать? От одного до два вены. От одного до два вены. От одного до три. Еще хуже. Если два в степени от штук, то нумерация их, конечно, не может быть от одного вены. От одного до два вены. Отлично. Ответ правильный. Почему? Потому что существует его ценность омега и состоящая... Как естественно записывать номер омеги? Количество единиц. Не то. И вообще, что такое эти самые омеги, если по совести? Это длинчный способ. Это последовательности нулей и единиц. Какие последовательности? Длины. 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 Как обойтись без бинома Ньютона для объяснения того, что это? Вот здесь у вас очевидно есть число сочетаний. Вот здесь написано P, X равно K, да? Да. Число сочетаний. Длины. Проверим, что получится соединиться. То есть все в порядке. Сумма вероятностей. Конечно, сатана. Вопрос. А можно было ничего не суммировать? Можно было как-то понять это без число сочетаний? Кто-нибудь мне может объяснить геометрическую конструкцию? Потому что вы все время говорите, испытания обернулись, испытания обернули. На самом деле вы это знаете. Только под другим именем. Что это за картинка на самом деле? Которая вы в течение многих лет уже учите. Просто вы дали вам ровно эту же картинку, но сказали сейчас другие слова. Поэтому вы ее не узнали. Зачем? Не то. Они это точно знают. Ну хорошо, хорошо. Квадрат это для случая, когда n равно 2. А теперь догадайся, как 8 точек от 0 до 7. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Как их естественно нарисовать? Можно нарисовать вершины. Вершины чего? Ну вершины. Квадратная красная черная. Неверно. Не квадратная. Восьмиугольник. Еще раз. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Квадратная красная черная 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 свет. Какое естественное желание у любого человека возникает, когда он слышит это 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. 5. Как это естественно себе представлять? Какая картинка? Это ужас. До какой степени вы на каждом предмете работаете с соответствующим отделом мозга? До какой степени вы спрещаете себе думать? Такая геометрическая картинка связана с наборами длины N из 0 единиц. Немерный куб, ребят. Не поняли? Нет, я в этой ситуации готов только спросить, а вы вообще знаете, что такое нмерное пространство? Нет, вообще нмерное пространство вы по идее знаете, что такое, да? Да. А, это очень классно. Если вы знаете, что такое нмерный куб, то похоже, что не совсем знаете, потому что когда вас спросили, вы все-таки не сказали, что это нмерный куб. Да, не совсем знаю. Как получить вот? Ну, представьте себе, вот в координатах просто, вот так, в трехмерном пространстве, да? Вот вы взяли точку с координатами 0, 0, 0. Взяли точку с координатами, там, 0, 0, 1. Значит, отступили по этой оси на единичку, по этой оси на единичку, получился такой куб. Вот так, хлоп, 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 хлоп. Получился куб. Ради вершины куба. Да. Это вершины куба. То есть вот, когда Александр Васильевич говорил про 0, 0, 1, 1, 0, 0 и так далее, были вершины трехмерного куба, обычного трехмерного куба. Это, конечно, координаты, да? Это координаты, да. Когда n равно 3, даже никакие там многомерности не нужны. Это просто наш любимый, самый обычный кубик. Вот это 0, 0, 0, начало координат, да? Ну, там, если вот это z, скажем, вот это x и вот это y, то как у нас будут эти точки расположены? Давайте смотреть. Вот это точка, если тут расстояние единицы, какие у нее координаты? 0, 0, 1. 0, 0, 1, да. 0, 0, это уже понятно. 1. Так, тут еще вот такая вот есть точка, правильно, в плоскости z и y? Да. Какие координаты? 0, 1, 1. 0, 1, 1, да. Видите, мы таким образом сейчас переберем действительно все последовательности из нулей единиц. Вот здесь вот есть точка в плоскости x. 1, 1, 0. Это 1, 1, 0, совершенно верно, да. Ну, я не в состоянии нарисовать точку с координатами 1, 1, 1. Она вот где-то здесь. Да. Ну, а здесь понятно, что вы нарисуете точку с координатами 1, 0, 1. Вот. Ну, и вот эта вот последняя точка 1, 1, 1, все вместе образует такой вот кубик. Так, все понятно. Это понятно? Да. Хорошо. Второй контрольный вопрос. Можете ли вы, глядя на этот кубик, понятным образом объяснить, как устроено это самое распределение вероятности? Опять-таки, пока вы это не понимаете, говорите, что вы понимаете, что такое это самое испытание вернули, бессмысленно. Вот у вас есть кубик. Давайте, для простоты у него пусть будет, скажем, n равно 2. Что такое кубик, когда n равно 2? Квадрат. Квадрат, гениально. Как устроено распределение вероятности? На каждую большую руку. Для квадрата вы способны мне показать его? Вот. Как устроено вероятность схемы вернули, когда n равно 2? Как сейчас помню, там были числа p и 1 минус p, которые обозначали пункт. Напишите, нарисуйте квадрат, здесь лучше их сделаем, но они просто поймут, что это хорошо. Повторяю вопрос, если есть квадрат, что? Нет, вероятности нужны. Не координаты, координаты ты написал правильно. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Молодец. А теперь вероятности у каждой точки. Отлично, молодец. Значит, нижняя левая вершина это q квадрат. Сдвигаешься направо или сдвигаешься вверх, получается pq, а противоположная, то есть верхняя правая вершина, это p квадрат. Так? Да. Замечательно. Молодец. Это похоже на? Квадрат суммы. Квадрат суммы. Кто догадается, для кубика. Можете быстро нарисовать для кубика? Да. Это же не куб суммы. Это p плюс q умножить на p плюс q и умножить на p плюс q. Ну да, это и есть п п плюс q в кубик. Дошло? Да. Понимаешь, что это? Не понимаю, я вижу, что не понимаю. Нет, не что так. Коля, быстрее нарисуйте. Нарисуйте быстро кубик и проставьте вероятности. Потому что если он какой-то не понимает, то хоть депестал. Не, 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 но беном-то был. На самом деле испытание вернули – это просто возведенная в n-ную степень сумма p плюс q. Но это не испытание вернули, это суммарная вероятность? Ну да, 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 представлять себе. То есть если вы представляете себе, как умножаем n скобок, в каждой из которых написано p плюс q, тогда скальф становится многое намного понятнее. Спасибо большое. Да. Да, да, и это вопрос просто о понимании беномок, большинство. Не то, что, Коля, все-таки нам было 3. Ну нет, для куба 3, конечно. Не понятно. Для квадрата, соответственно, p плюс q умножить на p плюс q. Это не имя на какие-то. Коля, ну все-таки не придирайся. Еще раз, n равно 2, значит умножаем p плюс q на p плюс q. n равно 3, значит умножаем p плюс q на p плюс q. И расписываем это по вершинам. Ну все, отступление закончилось. Ну хорошо, ладно, наверное, так стало понятно. Не знаю. Но, друзья, значит, я прокомментирую так. Вот что хотел Александр Васильевич от вас? Он хотел просто еще раз убедиться или не убедиться в том, что вы понимаете, что такое беномок. Больше ничего. То есть я вам сказал, что получается p плюс q в n. Вы, возможно, в это поверили. Возможно, это действительно поняли. Но вот эта вот картинка геометрическая, ну она дает просто некое еще дополнительное понимание того, как устроен мир в этой комбинатории. Не знаю, мне кажется, что это действительно полезно. Но вот эта вот картинка геометрическая, ну она дает просто некое дополнительное понимание.